С самого утра в офис банка Иванова на проспекте Ленина приходят клиенты. На входе людей встречает объявление об отзыве лицензии. Такое решение принял Центробанк. Внутрь не пускают, забрать вклады тоже не разрешают. Руководство финансовой организации никаких комментариев не дает. Граждане штурмуют главной офис банка безрезультатно. Охрана просит всех сохранять спокойствие и обратиться позднее. У меня тут счет как у индивидуального предпринимателя. То есть как не снять деньги или что-нибудь делать? Нет, это сейчас. Знаешь, какая ситуация? В комиссии работают с администрацией сейчас. Все расстановили и начали. В понедельник это решилось. В понедельник? То есть можно будет подойти в понедельник? А сегодня вообще ничего неизвестно будет. Банк Иванова был учрежден в 1992 году. В 2003 его приобрел американский конгрессмен Чарльз Тейлор. Ему принадлежит 80% акций. Еще 20 разделены между Ириной Хилковой и Борисом Большаковым. Последний – генерал-майор ФСБ в запасе. Ключевое направление деятельности – кредитование компаний и физлиц. Причем 70% кредитного портфеля – это низкокачественные рисковые ссуды. У меня там счет в этом банке. Я живу рядом с Тополем. Я пошла в Тополь, там все закрыто. Пошла сюда, здесь офисный, как же центральный. И что вам сказали здесь? Ну ничего, вот что он вышел, сказал, что будет все известно. Дежурный вахтер сказал, что после трех будет известно. А этот сказал, что в понедельник будет все известно. То есть здание банка вас не пускают? Нет, вот все закрыто. Основной источник финансирования банка Иванова – привлеченные средства населения, вклады. После отзыва лицензии они оказались заморожены. Регулятор уже назначил временную администрацию. Сейчас команда Центробанка ознакомится с ситуацией. В ближайшие дни снять деньги со счета или карты клиенты банка, к сожалению, не смогут. Работает ли банкомат? Нет, не работает. А вы какую операцию пытались совершить? А у меня зарплатный проект. Зарплату я хотел сделать. То есть вы зарплату не смогли снять? Да, да, да. И, Катя, у вас дальнейшие действия будут? Не знаю, будем ждать, что банка ответит. Граждане, чей вклад не превышает 1 миллиона 400 тысяч рублей, могут быть спокойны за свои деньги. Сумму вернет агентство по страхованию вкладов. Если же накоплений больше, их возвратом будет заниматься непосредственно временная администрация. Клиентам банка Иванова следует обратиться по телефонам, указанным на экране. Утром клиентам отказывали не только в получении денег, но и в доступе к банковским ячейкам. Причем в довольно грубой форме. В приказе Центрального банка указано, что кредитная организация нарушила ряд федеральных законов. Иванова может быть замешана в отмывании преступных денег. Кроме того, банк, вероятно, предоставлял в надзорные органы недостоверную информацию о финансовых показателях. Судя по всему, проблемы начались задолго до отзыва лицензии. Региональное отделение Центробанка отказалось комментировать сложившуюся ситуацию, порекомендовав вкладчикам соблюдать спокойствие и обратиться в агентство по страхованию вкладов. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.